Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Товар из Китая, фабричный Качество отличное Вот, видите, какие швы хорошие Сертификаты есть? С документами все в порядке Мы берем 30% с реализации Вас предупредили? Ну, многовато, конечно Но зато у вас товар быстро расходится И за место на рынке платить не надо Я еще завтра партию полотенец привезу А завтра, простите, не получится Мы, к сожалению, не работаем А, ну, позвоню попозже Да? Я должна проверить Все, до свидания До свидания А что у нас завтра? А завтра у нас с Олей тяжелый день Последний самолет провожаем Приходи пораньше, а? И Аню привози Друзья мои Товарищи Хотел бы вам дать надежду Сказать, что все будет хорошо Что все наладится Что наш авиационный полк Вернет свою былую славу Я верю, что так оно и будет Пройдет год-два, и вы вернетесь сюда Простите, мы вернемся Вместе Так я и поверила А нам что, год-два делать? Все продадут, все разрушат Никому мы теперь и не нужны Школы закрывают А куда же детей-то? Говорят, на автобусе будут возить В город Равняйся Равняйся Смирно Равнение налево Вгрупп 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 Равняйся 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 Степа, куда ты? Степа, подожди! Стой! Я, кажется, ногу подвернула Чего ты рванул, как бешеный? Я больше никогда не стану летчиком Я точно знал, что полечу Когда-нибудь Когда-нибудь, может, и полетишь Только таких с соплями В это училище не берут Ладно, плачь Можно Иди сегодня такой Плакательный Только плачь быстрее, Петр Сергеевич идет Как с похорон возвращаемся На душе муторно А вот так же было, когда Витька-то у меня уходил Андрад пройдет Самореты улетели А город живой Живой А люди в нем, как мертвые А что дальше будет? А дальше Из квартир пока не выгоняют В магазине закрывают Главное, работаем Сейчас все рванут в Москву Кто на стройку Кто Кто в охрану Будем болтаться, как цветки в проруби Ну уж тебе-то грех жаловаться Тебя и работа, и бизнес Тебе самой-то не смешно? Бизнес Да мы лишний груз для Эллы Она нас выкинет И не поморщит Степка Вот привел ваше сокровище Спасибо Петр Сергеевич А вы теперь больше не командир? Командир Петр всегда будет командир А женитесь на моей маме Будем жить вместе Вам же теперь все равно Одеваться некуда Мам, ты согласна? Степ Ты что, дурак? Любовь Ты вообще по-такой слышал? Кто женится без любви? Так мать его полюбит Правда, мам? Слушайте, давайте Поднимайтесь домой Баба Нина пирог с капустой испекла Подождите, а Петр Сергеевич А Петр Сергеевич и тетя Оля Пироги с капустой Не любят Давайте, давайте, быстро Ага, заходим Как у тебя дела? Работаю Покупатель стал требовательный Челноки привозят, товар бросовый Если не берем, скандал устраивает В общем, рутина Как ты? Пока здесь Документы, всякое такое Потом посмотрим Что, уедешь? Пока не знаю Зачем уезжать? Есть работа в Москве Ну, например, у нас в магазине Нужны рабочие Ну, грузчики Господи, что я говорю? Нет, ну грузчики нужны Может быть, на это на первое время? Господи, я сошла с ума Предлагаю работу грузчика Полковнику С тобой хоть грузчиком Прости, я что-то не то сказал Не пропадай Пожалуйста, не исчезай из моей жизни Я об этом уже просил тебя Петр Мне Светлана сказала, что ты заплатил деньги И спас Мишу от тюрьмы Давай не будем об этом У него все хорошо У нас все хорошо Я тебе очень обязана Я отдам тебе все деньги Ну вот, Ольга Все испортила Его уволили Совсем из армии поперли Не может быть Может Нашелся доброжелатель Он написал, что Полковник Петр Кравчук Выгораживает вора Из-за личной симпатии К некой даме Ладно Пойдем Пойдем, Оля Подсобку несите Аккуратней Манекены потом Элла Элла Элла, что? А что происходит, а? Девчонки, у меня отличная новость Замечательная идея Мы начинаем новую жизнь А куда наш товар уносит? В пособку С какой стати? Реорганизация И долго будет длиться Эта реорганизация Ну, не один день, конечно Но надо когда-то начинать По сути, мы три месяца торгуем И что? Ну, разве можно на этом Что-то серьезно заработать? Ну, да У нас отовариваются люди С небольшим достатком Ну, товар уходит Прибыль-то есть Девочки, ну не смешите меня Ну, какая прибыль? Так, все Договорились С этого дня Никакого китайского ширпотреба Только товар класса люкс Хорошо? Люкс? Твои больные платья, что ли? Три месяца уже пылятся Хоть бы кто-нибудь приценился Ну, хорошо Вам не нравится мой товар Но возите свой Сколотите бригаду Езжайте хоть в Турцию Хоть в Грецию Хоть в Италию О! Я созванивалась Отличной фабрикой в Италии Хотите в Италию? Да бог с из этой Италии Нам теперь-то что делать? Мы отвечаем за полученный товар Вот что мы скажем поставщикам? Вернете, извинитесь Офигеть Девочки, я для себя стараюсь Я для всех стараюсь Но таких магазинов, как этот, миллионы Мы с рынка ушли И по сути тоже рынок здесь и организовали Нет, нет, может быть ты и права Но нас предупредить-то можно было Оля, все будет? Хорошо Я обещаю Ну, будем надеяться Ладно, пойдем в подсобку Будем коробки считать Пойдем Пожалуйста Да не трясись ты Все нормально с твоим пацаном будет В карцере отлежится Кашель, как рукой снимет Как это? Как это в карцере? В карцер больного? Надолго? От тебя зависит Новости есть? Я не знаю Я не знаю, что мне делать Тело на связь не выходит Мне с ней поговорить? Не надо Не надо Не может землю выбить Пускай здание отдает Какое здание? Хорошее Пусть поторопится Пуле без разницы Кому мозги вышибать Твоей племяннице Или ее олигарху Чем ты так этого упыряра зазлила? Так саданул по нашей машине Фору разбил Скотина Юра, все Все, беда, Юра, беда Бьют они Веню Всех нас убьют Да ладно Не преувеличивай Руки короткие Хочешь, я сейчас мотаюсь к Вене Узнаю, что да как Юрочка, родной мой Пожалуйста Пожалуйста Поезжай к Вене Я тебя прошу Пожалуйста, помоги, Юр Пожалуйста Ксения Васильевна Зайдите, пожалуйста, ко мне Да, Михаил Андреевич Ксюша Ты не знаешь, где документы, да? Какие? Какие именно документы Вас интересуют? Ну, не выделайся, пожалуйста Ты же знаешь, какие Нет, не знаю Когда извольте сформулировать Обращайтесь Ксюша, Ксюша, извини Слушай Извини, пожалуйста Не обижайся Я те документы Ну, тогда я на квартире подписывал Я тогда на автопилотчу Подписал, что-то не врубался Потом что-то стукнуло Там же какие-то цифры были С длинными нулями Нет их Как нет? Так, Николай Иванович все забрал Всю папку Синюю С золотыми шнурочками А Что, он кредит без меня получил? Вы, Михаил Андреевич, за не могли Оставили доверенность своему боссу Ну, ни хрена себе Как ему так быстро кредит дали? Нет, не быстро Он его три месяца пробивал И вот, наконец, настал сейчас Сейчас Сейчас? А чего он мне ничего не сказал? Боялся сглазить? Ага Ну, там все нормально? Все в порядке? Николай Иванович Всегда все нормально Больше нет ко мне вопросов? Один вопрос Ты скучаешь без меня? Я скучаю Очень скучаю У несущей стены Мы расширяем еще на мета Интересно Эту перегородку Оля И вот это вот называется реорганизация? Да что-то вроде этого Ну Привет Как вам, а? Стены мы все сносим Огромный торговый зал Никаких закутков Окна огромные почти до пола Можете посмотреть чертежи Ну, что вы скажете? А мы можем что-то говорить? Света, вообще умеешь радоваться? Эл, а кто тебе вообще разрешил это все ломать? А я сама теперь здесь все разрешаю Даже крыша моя Кстати, а крыша мы ее надстроим Там будет кафе Сделаем стеклянный купол Ковры положим А что мы будем делать? Рассказ такой Секунду Я торгую Вы возите товар Сейчас я вам все объясню А не надо, блин, ничего объяснять И так все ясно Теперь мы на тебя челночим Светик, смени тон, пожалуйста А кто нам песни пел, а? Что мы вместе? Ты с нами А теперь веревку на шею и затягиваешь? Прекрати, не заводись Ну, люди вокруг Ага Она будет по коврам здесь, Олечка, ходить А мы опять скотч руки Свет, успокойся Мы сейчас все обсудим Да что нам рыбешком с акулой обсуждать? Короче, я достаточно долго терпела Ваш языкидон и магазин мой Что я хочу здесь, то и дело Если вас что-то не устраивает Пожалуйста, валите Оля, я тебе говорила Вот тебе, вот Так, все, хватит Ты вот Эл насчет валите зря сказала Пошли вы обе Так, она обидела тебя? Верочка, все в порядке Она тебе сделала больно? Да ну Я твой друг Ну, Пальму-то надо убрать А вот ты точно уволена Ну-ка, пойдем подышим, а? Не надо так делать Верочка, нельзя бить людей Я твой друг А я знаю Я знаю, знаю Верунчик, ты это, поаккуратнее А то можно опять в психушку загребеть Элла меня уволила А как же игрушки? Скажи, они будут без меня жить Верочка, ты будешь сюда приходить Будешь с ними разговаривать Давай, ты, главное, не волнуйся Иди домой Иди, иди Ой, я залечилась Поторопились ей справку дать Ну что, вот так и сказала, валите Нет, ну, Света несколько преувеличивает Элла предложила съездить за товаром В Турцию Ну, а что в этом такого? Да ровным счетом ничего Как были, челночницами Так и остались Твой магазин, бизнес Вот тебе Держи карман шире Знаете, что я вам скажу? Зря вы в бутылку полезли Ну, а что, Элла дело говорит Дорогой магазин, это круто Можно и поставками заняться Нет, сейчас с Эллой вообще общаться невозможно Она стала очень-очень жесткой Да, слона на ходу установит Кобот ему оторвет Да пошла она со своими поставками Да Девочки Девочки, ну подождите Ну, давайте поедем Ну, пожалуйста Мне просто в Турцию очень надо Как она поедет, ты на костыля? Нет, ну что тут? Нет, ну что, я вот, например Вчера по коридору Без костылей прошла Да Боялась, ну, хромая Но жить можно Ну-ка Что? Руки убирай А ничего, стоит Ага Света, ну Ну, как я пойду? Ножками Ну, давай Ага А Вот, давай, давай, давай Давай Ну Давай, давай, давай Знаете что? Ну, у вас Смотри Вот давно бы так, а Смотри, идет Хорошо же Не, ну Хромота может остаться, конечно Молодец Мы едем в Турцию Все А мы? Кто тебе товар поставляет? Откажись Барахло Я тебя третий месяц пытаюсь видеть Ты сильно занята Зоя, дела Ты же знаешь, не просто бизнес с нуля раскручивать Да Но у твоего бизнеса много нулей Федя приходил Федя, бандит, твоя крыша? Ты знаешь, о ком я Чего хочется от тебя? Не от меня От тебя Отдай им здание Продай Можно поторговаться Я не продаю Они не отстанут Зоя, ну сколько можно так жить, а? Ну пошли ты их куда подальше Кто они такие? Дерьмо на палочке Распальцовщики Ты их не знаешь У страха глаза велики Я не о себе думаю Что у меня осталось? Они веню угробят Слышишь? Эл На колени встану Ой Чуть, Зоя, встань Ну хватит уже, а? Ничего не будет с твоим веней Отсидит твой сынок и выйдет Живой, здоровый Ты хорошо подумала? Подумала Мой ответ нет Зоя, твоим бандитам Один раз уступишь И они с потрохами сожрут И тебя, и меня А я не люблю, когда меня жрут Поэтому ты им доходчиво Объясни, что не ладно меня давить Дядюшка крепкая И от тебя пусть отстанут А то я ведь разозлиться могу По-родственному Поняла Да Я что пришла? Теть Зоя Ты переходи ко мне Закрывай свою лавочку А я тебе весь второй этаж отдам Дура Слышь, дура ты Ты не понимаешь, с кем ты играешь Ну пока 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 Привет Ты? Я Зачем? Зачем вернулся? Угадай Скучал по тебе Да Сам удивлен Вроде бы ничего такого у нас не произошло С собой Я думал каждый час Ну вру каждый час Не думал, конечно, но Каждую ночь думал Ну спать у лещаной жены И думать обо мне Мне повезло Мы развелись Она влюблена Он итальянец Они уезжают Я должен был дать разрешение на Выезд сына Было нелегко Но ты мне помогла Я? Я думал, а как бы ты поступила? А что тут думать? Я Степку от себя никогда никуда Меня хоть режь А вот она такая же Так бы оставалась со мной Ради сына Интересно, кто бы был счастливым? Ты свободен И теперь что? И теперь? Поехали ко мне, а? Нет Сейчас ночью исключено Мама с ума сходит Хорошо Поехали к тебе Чай пить Хотя нет у вас петуха Нет Нет петуха И курицы уже нет Сегодня уже не съели Сбежали Мама выпустила погулять Теперь у нас в семье Большой огурец Андрей, прости, мне пора Слушай, ну я три часа Торчала у твоего гаража Ты меня гонишь Давай так сделаем Ты сейчас придешь домой Поздороваешься И поедем ко мне Свет 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 Светка Да вылядь Что ж ты оторван Нам нервы-то мотаешь Ну Где тебя шалопутную носят Мама Я уже взрослая девочка Даже слишком взрослая Не надо мне отчитывать Я сейчас тебя метелкой-то отшлепаю Взрослая она Мы-то со Степанушкой Что только не передумали Ты же на этой машине летаешь Как ведьма на помиле Господи, как же вы мне все надоели-то Когда же я отсюда уже уеду? Мамочка Любимая Я тебе сейчас скажу важную вещь Я еще не приехала Меня все еще нет дома Здравствуйте Бог помощи Ой, черт возьми Гори, гори, ясно Чтобы не погасло 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 Гори, гори, ясно Что же? ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Оля, беги! Отойди отсюда! Миш, это знак! Пожар, как тогда? О, Господи! Ну, что встали, как копаны? Оля, не время фейерверком любоваться! Лопата есть? Лом! Тащи! Смасшедшая! Давай, давай! Ой, если твоя в густыне застыла, ты чего глазами хлопаешь? Помоги! Со мной! Ты куда? Оля! Давай! Да! Есть! Ага! Черт! Давай, помогай! Не, не мешай, не мешай! Оля, отойди! Томан! Давай! Давай, давай! Давай! Сейчас! Все! Есть! Ага! Фух! Ну что, встали, а? Ну, чума! Ах, ш... Осторожно! Вот угорать его-то, а! Ой! Ах! 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 Господи! Ах! 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 Какому бы от нас жизнью рисковать, а? Рискуем, значит, существуем! Рискуем каждый день, у нас тут непрерывный процесс! О, боже мой! Боже! Что? Эти тряпки нам кровью достаются! Все! Половина на выброс! Это знак! Я вам точно говорю, это знак! Господи! Зачем все это? Слушай, там доски еще остались тащить! Нет! Остались! Хватит спричинать, уши вянут! Живые! Относительно здоровые! О! Какое-то шматье осталось! Идем! Ну, я… Я вернусь! Знаешь, чем? О! Кто приехал, а? Такой красивенький, чистенький! По золотишкам поблескивает! Ох, что это! А неплохо! А что? Я так? Нам поздороваться неудобно! Миша, неудобно, когда соседские дети на тебя похожи! Грузите! Слушай, давай хоть познакомимся, что ли? Андрей! Друг Светланы! Михаил! Друг мужа Светланы! Оль, давай, грузимся! А это все из-за твоего ремонта! Да! Продай любой товар, тогда, пожалуйста, красть, сломай! А ты впереди паровоза! Света, нашла прекрасное время читать мне аннотации! Света, поехали! О! Лосев! А чего молвиться с ним пару фразов? Света, не надо! Слышишь? Света, поехали! Слушай, а чего ты укомандуешься, а? К себя пришла? Ну, все-все! Ну, извини! Ладно! Чего разбежались? Мне сейчас ванна с лепестками роз нужна! Не переживай! Ремонт ты только начала! Материал у зверя невелика, потери новые купим! Из-за чего полыхнуло? Замыкание? Пожарные нашли канистру! Поджег? Кому ты успела перейти дорогу? А я по чужим дорогам не хожу! Может, твои подруги решили пошутить? Это уже моя проблема! Только запомни, пожалуйста, мои подруги не чокнуты! Извини, сказал глупость! Кирилл твою машину подгонит! Поехали! Алексей, привет! Привет! Извини, что так поздно! Ну да, ночью! Ты говорил про магазин, помнишь? Да! Хозяин может взять товар? А какой у него процент? Десять? Нормально! Срочно нужно продать! Давай, диктуй адрес, я запишу! Это вообще нормально? Будить человека среди ночи и грузить его своими тряпками! Как? Или у тебя с этим Алексеем какие-то особые отношения? Миша, не начинай, а! Прилепина пять, да! Ага! Все, записала! Спасибо тебе огромное! Ага, пока! Я хочу с ними встретиться! Хорошие новости! Я очень рада! Входи! Чего на пороге стоять? Вела, спасибо! Вех не забуду! Ой, все! Девочки, ну это надо все постирать, просушить, отгладить, привести в божеский вид! И работать тут не на один день! Поэтому ваши десять процентов! Что? Ты с ума сошла? Девяносто процентов себе забираешь? Так это же грабеж среди бела дня! Да! Хозяин, барин! Оля, а твой ухажер тебе не предупредил, что эта акула у нас с потрохами сожрет? Леша, здравствуй! Ну нас тут просто грабят! Ухажер Леша? Чего ты своей пассией говорил? Валюш, да ничего такого! Вы еще не познакомились? Это вот Валентина, моя жена! Жена? Офигеть! Из какого же кривого ребра излепили! Уходим, Оля! Пойдем! Мы согласны! Валентина, забирайте товар! Мы согласны! Я на секунду! Нет слов! Олечка, а чего ты так согласилась-то, а? Могла бы хотя бы поторговаться с леприлочей! О, Леша! Скажи, Лешечка, давно женился-то? Месяц назад! М-м-м! Упался с отфарнаса? А что ты тоже, да, вот эти романцы поешь, стишки пописываешь, да? А белый лебедь по волнам плывет, и приветик тебе пламенный шлет! Ты все сказала? Ну и топай дальше! Ольга попросила меня помочь, я помог! Спасибо тебе, добрый человек, за помощь! Оля, одну минуту, можно с тобой поговорить? Олечка, я вас сейчас оставлю, но будь аккуратна, вот вижу, медовый месяц закончился, а ручки-то похотливые, а? А челночная сумочка в клетку, купите ко мне сигаретку! Как ты с ней общаешься, я не понимаю! Оль, я что хотел сказать? Понимаешь, ты мне очень нравилась! Очень! Если бы ты только захотела, я... Я не захотела! С такой женой, Леш, не пропадешь! Удачи! Подожди, подожди, я точно обиделась! Да, Валюш, бегу! Вот как надо с мужиками! Леша! К ноге и Леша поскакал, вокруг тебя тоже скакал! Все, тему с меня! Ой, да с удовольствием, Оля! Что нам о мужиках? Мужик ушел, мужик пришел! Давай лучше о хлебе насущном! Ты мне скажи, как мы будем с поставщиками расплачиваться, а? Есть одна идея, безумная! Ну что еще за идея, Оль? Шанс один к ста, но попробуем! А, давай, спасибо! А это зачем? Для красоты! Убери, я чихаю! Юра! Не сомневайтесь! Придет вовремя! Вот, Элочка! Элла Рустамовна! Моя племянница! А это... Не надо, виделись! Я вас оставлю! Вы тут поговорите! Если что, я рядом! На кого работаете? Кто ваш хозяин? Вам лучше, мадам, об этом не знать! Что вам надо? А что, Зоя разве вам не сказала? А я от вас хочу услышать! Без ля-ля! Вы прямо говорите! Ну, прямо так прямо! Для начала продадите нам здание, которым владеете! А потом? Закрыто! Ну, как ты? Слушай, дышать нечем, и сердце просто выскакивает! Так, я понял! Сейчас я за волковними сгоняю! Ну? Подожди! Не уходи, а побудь рядом! Господи, если ты есть! Помоги! Разуми ее, Господи! Ну, 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 что ты заблеяла! Господа, Бога вспомнила! Еще на колени здесь упади! А я, если надо, поду, землю грызть буду! Ну, слушай, ну, не гонять тоску! Ну, ну, что ты расквасилась! Пришла Элла, значит, все будет нормально! Ну, подумай, иначе, какого хрена она сюда приперлась! Кофе и там на золотом блюдце подают! Все будет хорошо! Слушайте меня внимательно! Передайте своему хозяину дырку от бублика, он получит! Дырку от бублика, понятно? Никаких наездов, никаких вымогательств и никаких поджогов! А ко мне советую не приближаться! Радиус 5 километров! Ближе подойдете, убью! Под Лосева мы тебя подложили! А он этот подарочек принял с удовольствием! Твою голову жопу шестоснял, клеточкой перемотал, и в кроватку бросил! Отрабатывай, шлюха! Проскидывай! Тварь! Протонула Элла! Пойму, с ума она, что ли, сошла! Жить ей надоело! Нахрена ей нужен этот дом бытой, я не пойму! Никого не боится! Давай туда! За сколько ты меня Лосева продал? Погулять? Я вот скажу, там, ну, как можно-то... Тебя братки просили? Ну, на эти щекотливые темы ты можешь со своей тетушкой беседовать. А я исполнитель! Мне приказано, я исполнил! Ну, у тебя с Лосевым, слава богу, любовь до гроба деньгами не измерить! А чем вы меня с ним меряете? Я же все равно узнаю! Арам, говори, я обещаю, истерик не будет! Вот это все теперь манюр! Не бесплатно, конечно! Иван Сергеевич свою копеечку не упустит! Я его просил, долго просил, и он отдал! Благодаря тебе, конечно! Большое тебе спасибо и все такое прочее! А не продешевил Иван Сергеевич? Зачем тебе в этом рыться? Живи и радуйся! А я так и сделаю! Сейчас, на! Вот на, Юра, бери! На, все бери! Ну, Зоя, 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 ну не сходи с ума! Я уже был там! С какого бы, ну, я снова там нарисуюсь! Не поеду! Поедешь, поедешь, Юрочка, поедешь! Меня там не знают, а ты там свой! Так что ты поедешь! Зоя, ну какой я свой? Я тебе тысячу раз говорил! Ну, это друг мне никто! Он просто охранник на воротах! Ну, что он может сделать? Может, с деньгами, Юрочка, все можно! Кого надо уговорить, подмажет, побег организует! А я еще денег достану! Ведь бегут же люди! Как-то ведь можно сбежать же! А, ведь можно, Юр, ведь можно! Да мой, Зоя, ты вообще обезумела! Зоя! Юрочка! Веня, моя жизнь! Они убьют его! Убьют меня! А без него мне не жить! А Элла... Элла уже... Я не помощница! Так, подожди! Стой, стой, стой! Подожди, ну! Отойди в сторону! Пусть твои братки с Эллой сами разбираются! Это их терки! А если мне умереть? Чего? Тогда они отстанут от Вени! Ведь тогда он им будет не нужен! Зоя, 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 ну приди в себя! Что задушник несешь, а? Ладно. Ладно, я поеду. А? Да. Только вот эти деньги по брякушке назад в гречку скопай. А? Накладные на товар, который мы взяли на реализацию. Если перевести по курсу, товар на 3000 долларов. Здравствуйте, Иван Сергеевич! Добрый день! Сидите, сидите! Я хотела бы поинтересоваться, сколько будет длиться ремонт? Месяца три. Мы заключили договор на 30 тысяч долларов. Греки обязались поставить нам шубы. Но контракт нам придется аннулировать. У нас нет теперь торговой точки и нет теперь склада. От реализации греческих шуб мы получили бы 30%. Упущенная выгода 9 тысяч долларов. Плюс сгоревший товар на 3000 долларов. От 3000 долларов 30% это 900 долларов. Итого упущенная выгода 12 тысяч 900 долларов. Сочувствую. Ольга... Павловна. К нам какие претензии, Ольга Павловна? Взгляните, пожалуйста, сюда. Третья страница, пункт 8. Вы обязуетесь возместить нам все убытки, причиненные неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств по настоящему договору. Смотрим дальше. Обязательством арендодателя является соблюдение правил техники безопасности, пункт Б. Из-за его несоблюдения и произошел пожар. То есть по вашей вине мы понесли убытки. По нашей. Вы уверены? Но мы же у вас арендовали помещение. Подпись в документах стоит господина Лосева, и печать стояла в вашей компании. Но помещение принадлежит Элле Рустамовне. Насколько я знаю, Элла Рустамовна еще не является собственником этого здания. Документы на оформление. И договор мы с Эллой Рустамовной не подписывали. А если мы докажем, что это вы подожгли? Наняли исполнителей? Разве такого не может быть? А какие у нас мотивы? У вас был конфликт с Эллой Рустамовной. Никогда. Я думаю, вы примете правильное решение. В противном случае я пойду в суд. И обещаю, что процесс... Процесс будет громким. До свидания. А у вас неплохой табак, господин Лосев. Да, неплохой. Ольга Павловна. Ольга Павловна, вы обладаете даром убеждения. Это редкое качество для женщин. Молодец, Ольга Павловна. Как ты считаешь, мы проиграли бы суд? Разве только для разнообразия. А ведь она тебя обыграла. Может быть, мне ее взять на твое место? Мы что, действительно ей будем платить? За удовольствие надо платить. Элла, дождитесь Ивана Сергеевича. Ну, что я ему скажу? Вы забыли ваши драгоценности. Не мое. А что мне передать? Привет передавайте. Ой, Верочка, привет. Ну, проходи, проходи, чего стоишь. Проходи. Оля, нет, я здесь скажу, и я уйду. Оля, я... Это я подожгла магазин. Как? Оля, ты страдаешь? А мне тебя жалко. Пусть тебе будет хорошо. А или будет плохо. Я все для тебя сделаю. Вера, мне не стало лучше. Больше никогда ради меня ничего не делай. Ты поняла меня? И никому не говори, что это ты сделала. Поняла? Ксюша, я все понял. Я сделаю. Целую тебя. Конечно, крепко. А кого ты крепко целуешь? Верочка, иди домой. Все хорошо. Это что, та самая Вера? Что-то, по-моему, у нее с головой непорядки, с приветом. Она что, приходила? Призналась, что это она. Подожгла магазин. Ничего себе у тебя подружки. Ты ее домой больше не пускай. А она правильно спросила. Ты кого там крепко целуешь? А, это фигура речи. Оль, я есть хочу. Просто страшно, умираю. Да, есть. Пиша, не до тебя. Через два часа самолет. Коль, Коль, слушай, деньги посланы? Компьютеров нет. Я отправил запрос. Получил ответ. Суть ответа такова. Нет денег, привяжите к попе веник. Что у нас происходит, Коля? Жизнь, жизнь у нас происходит, Мишаня. Я же ответственен перед банком. А я ответственен перед всем человечеством? Как у нас компания называется? А? Напоминаю. Глобус. Земной шарик. Миша, я-то тебя все сделал. Ты живешь в квартире, счет банки имеешь. Костюмы дорогие носишь. Твои дешевты я глаза закрывал. Гуляешь от Оли? Обидно за Олю. Ну и здесь я ничего не слышу, ничего не вижу. Я вообще хороший, Миша. Я хороший. Мишаня. Все, Миша. Базар закрыт. Семечки закончились. Сладко пожили. А теперь, кажется, себя. Адьес, мой френд. Я что-то не знаю, Ксюша, да? Ну и когда он решил закрыть предприятие? Месяц назад заговорил об этом. А почему ты мне не сказала? Чтобы изменилось. Многое? Я бы успел скатиться с вашего глобуса. Тебе пара домой. Давай я вызову такси. А нет больше дома. Квартира моя только формально. Клобус. Пш! Лопнет. И Никола меня выгонит. И опять к маме на матрас. Блин, не хочу домой. Ксюша, поехали к тебе. Правильное решение. Ну, а зачем я тебе нужен теперь такой беспротошный? Оторвали Мишке лапу, чтобы Ксюша шел в ней лапок. Не пустишь себе? В другой раз, Миш. Я должна вам это сказать? Магазин подожгла Верочка. Верочка? Ну, слава богу, Верочка. Я думаю, это бандитские войны. Верочка, зачем ей это надо? Из-за увольнения? Ей показалось, что меня обидели и... А я чувствовала, что не надо с ней связываться. Благодетели. А Лосев не узнает? Не узнает. Мы ему не скажем. Девочки, здесь 12 тысяч 900 долларов. Лосев Иван Сергеевич выделил нам эти деньги. Он считает, что он виноват в том, что мы понесли убытки. Расплатился. Ну, супер! Так, это если разделить эти деньги на четверых... Погодите. Я предлагаю эти деньги вложить в дело. Ночной клуб «Мотылек» собирается делать новое шоу. Им понадобится километр шелка. А мы возьмем и продадим им его в три раза дороже. Ну, там еще всякое дребедение. Будут нужны туфли, ковры. Организуем. Это реально? С «Мотылеком» я договорюсь. Они согласятся. Но 3 тысячи долларов мы должны из этих денег поставщикам. Да, кое-какой товар мы пристроили, но вряд ли мы за него что-нибудь получим. Поэтому остается только 9 тысяч 900. Этого вполне хватит, чтобы организовать дело. Ты сколько тюков нужно на себе перетаскать? Много. Но дело того стоит. С Тимуром я договорюсь. В Стамбуле вас встретят. В вас? Я не еду. Ремонт, мне придется крутиться, поэтому вы втроем. Стоп. Теперь мое время говорить. Девочки, простите, я выхожу из бизнеса. Мы с Андреем открываем автомобильный салон. Так. Ну, значит, остается Оля и я, Хромоножка. И 100 тюков. Нормально, да? Оля. Расплотись с поставщиками. Надеюсь, потраченное время не навредит твоему автомобильному бизнесу. Ну, это не надо так на меня смотреть. Я что, не имею права на личную жизнь? Да ладно? Баба с возу. Все сделаю. Адье. Пусть вашей кобыле станет легче. Вот так бегут крысы с тонущего корабля. С тонущего? А все нормально. Корабль плывет. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Продолжение следует...